День с толком Это и новые программы. Что ждет алтайских школьников в этом году? Не кэшбэком единым. Итоги летнего туристического сезона в Белокурихе. Завтра в Алтайский край с официальным визитом приедет глава Минздрава России Михаил Мурашко. В планах посетить медучреждения Барнаула. Правда, какие именно, пока неизвестно. Также не говорится и о программе визита. Единственное, чем поделились в Минздраве региона, в медучреждениях за пределами краевой столицы, министр не появится. А пока к другим темам. В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела по факту смерти ребенка, которому прокололи легкое в больнице. Напомним, трагедия произошла 11 января этого года в Советском районе. Семья из Якутии приехала туда в гости к бабушке. Годовалая девочка нечаянно провела на себя полстакана горячей воды. Родители увезли ребенка в ЦРБ, где маленькой Варе поставили обезболивающее. И, по словам ее мамы, девочка успокоилась. Но врачи решили поставить ребенку катетер, чтобы не допустить обезвоживания. Однако в этот момент что-то пошло не так. И, как мы знаем со слов матери ребенка, на руках которой есть экспертиза, при установке катетера врачи прокололи малышке легкое. Девочка умерла в местной реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мама Варе считает, что врачи проявили халатность и не оказали девочке медицинскую помощь. Впереди много судебных заседаний, и родителям остается только запастись терпением. Внутренний туризм в России, в частности в Алтайском крае, возрождается. Если в прошлом году из-за коронавируса санаторий той же Белокурихи простаивали и несли огромные убытки, то этим летом ситуация в корне поменялась. Валентина Аскерова выясняла, удалось ли вернуться по доходам в допандемийные времена, и благодаря чему это произошло. Апрель 2020 года. Белокуриха – город-призрак. На улице ни одного отдыхающего, ни одной проезжающей машины. Пандемия закрыла двери оздоровительного курорта на 2,5 месяца. Доходы катастрофически упали. Этим летом Алтайская здравница берет реванш. Санатории заполнены практически на 100%. Где-то порядка на 30% мы увеличили объем относительно 2020 года. Но и процентов на 10 больше, чем до пандемийного 2019 года. Большую роль в восстановлении туризма Белокурихи после коронавирусного пика сыграл туристический кэшбэк. 20-процентная скидка при покупке туров в санаторий. Вот выручка у нас июня по август составила 560 миллионов. Из них реализовано больше, чем на 150 миллионов рублей. Это именно по программе кэшбэк. То есть люди ей использовались, она была актуальна. Она работает сейчас. Уже продлили второй раз. После такого бонуса путешественники в прямом смысле атаковали город-курорт. Коронавирус значительно изменил географию отдыхающих. Если раньше в Алтайскую здравницу поправить свое здоровье приезжали в основном жители сибирских городов, то теперь львиная доля отдыхающих приходится на жителей европейской части нашей страны. Воздух абсолютно другой, климат другой, сухой такой, хороший, приятный. Сколько дней уже находитесь здесь? Второй день. Вот уже что-то почувствовали? Ну да, да, мне нравится, мне очень нравится. Я бы хотел даже переехать на постоянное место жительства сюда. В следующий раз мы хотели бы сюда приехать зимой, потому что здесь все очень хвалят диму. Говорят, здесь зимой вообще изумительно. Тепло, очень много снега, то есть лыжи, и еще больше приключений можно найти. Здесь сам воздух, особенно теренку, по-моему, это даже не сравнится ни с чем. Кстати, не только скидка на отдых привлекла отдыхающих, но и желание укрепить свое здоровье после тяжелого года и перенесенной ковид-инфекции. Если измеряем сатурацию, то есть уровень содержания кислорода в крови, если она пониженная, ну, во-первых, мы отправляем гулять по теренкурам. Это в первую очередь, потому что, значит, где, как не на теренкуре, а зоном подышать, это естественная, как бы, кислородотерапия. Ну, есть и приборы для кислородной терапии, есть и гипокситерапия. Работают в санаториях и с распространенным постковидным синдромом – упадком сил после болезни. Таким путешественникам психотерапевты пытаются вернуть вкус к жизни. К слову, стоимость путевки в санатории выросла, но незначительно – примерно на 5%. Ежегодное повышение никак не связано с туристическим спросом, пояснили в санатории. Кстати, если нет возможности пролечиться, достаточно приехать в Алтайскую здравницу, погулять по предгорьям Алтая, подышать уникальным воздухом, который в несколько раз укрепит иммунную систему перед сезонными инфекциями. Это обойдется гораздо дешевле, чем путевка в санаторий. Придент Аскерова Алексей Фризин. День с толком. Но и о туризме за пределами региона. Спустя 6 лет перерыва. Первый рейс в Египет из Барнаула отправится 24 сентября. Напомним, Россия прекратила прямое авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после теракта в небе. 31 октября 2015 года произошло крушение самолета «Когалым-Авиа» над Синайским полуостровом. Самолет летел в Санкт-Петербург. На борту находилось более 200 человек. Все погибли. В этом году президент страны отменил свой указ о запрете авиасообщения. Уже 24 сентября из Барнаула можно будет попасть в Хургаду. Чуть позже в Шарм-эль-Шейх. Напомним, этим летом российским туристам также открыли и Турцию. Теперь эти два направления, Турция и Египет, вполне смогут конкурировать между собой. Ведь Египет также славится своей системой «Все включено». Это достойная альтернатива тому же турецкому направлению. И здорово, когда есть возможность выбора не только что-то одно, но еще и два-три направления. Так же, как сейчас нашим туристам, пожалуй, впервые стал доступен на прямом рейсе такое направление, как Доминикана. Турция 5 октября первые рейсы льдят из Новосибирска. Что касается коронавируса. Египет признал российскую вакцину «Спутник Ви», так что те, кто поставил две прививки, смогут отправиться на курорты Египта без всяких ограничений. Главное, чтобы с момента второго укола прошло две недели. Остальным туристам придется сдать ПЦР-тест. Не раньше, чем за 72 часа до прибытия. В России начинает набирать популярность козоводство. Сейчас в стране работают чуть больше сотни козьих ферм, а более мелких подсобных хозяйств такого профиля никто даже и не считает. Мелкокопытное животное выбирают за объем получаемого молока и свойства продукции. Так ли оно полезно, чем отличается от продукции коров и есть ли в крае успешные козоразводители, расскажет Анастасия Дороган. Элитные козочки. Американская кровь на Алтайской земле. 12 рогатых. Главные звезды подворья Антонина Гордиенко. Сейчас стадо, а много лет назад началось все с одной козы. Началась молока для себя, началась баловства козочка, потом для козы нужно козла, потом зачем для одной козы козла, нужно еще козу. И так пошло-пошло. Потом, когда начинаешь это углубляться в плане науки и начинаешь понимать, что это селекция, это уже вкусное молоко, это правильная форма в имени, это много молока. Такая маленькая коза, у меня есть даже козы крупнее, она помельче по сравнению с этим, но она дает 7 литров. Таких гигантов производства немного. В среднем каждая коза дает по 5 литров. Молоко покупают местные и даже столичные жители. В последние годы в мире фиксируют моду на продукцию мелкорогатых. Рекорды распространения бьют в США. В некоторых штатах уже 20% молочной промышленности – козьи. В России фиксируют около сотни козьих ферм. Вот сколько у нас кустарных производств – неизвестно. Есть профессиональные ножи, которые красиво режут. Но тут главное, что резать и ничем резать. Козами занимается в основном сама Антонина. Поэтому главный продукт на сбыт – молоко, а из остатков делает сыры. После обучения у итальянца может изготовить десятки видов. Это сыр в масле Расторопши. В Москву отправила несколько таких банок. Заводчица не удивляется, говорит – полезно. Биологи не спорят. По словам специалистов, жиры козьего молока в сравнении с коровьем легче всасываются. Сывороточный белок проще переваривается. Есть и другие плюсы. Это молибден, это марганец и это медь. Это элементы, которые участвуют у нас в организации работы кроветворения. И, соответственно, у детей, которые получают козье молоко, процессы кроветворения существенно улучшаются. Ну, а кровь, вы знаете, это и переносчик газов, и переносчик питательных веществ. А вот врачи уверены, что спрос на продукцию коз скорее мода. Но ведь и ее можно обратить во благо. Плотность сгустка при створаживании молока меньше в козьем молоке. Поэтому творог и сыр из козьего молока, он такой более нежный, более рыхлый, легче переваривается желудочными ферментами. И вот он такой, как бы сыр, не такой плотный. Допустим, из козьего молока не получишь пармезан. Мы пытались выяснить в региональном минцельхозе, может ли Алтай стать столицей козьей продукции, и получили такой ответ. Разведения мелкорогатых занимаются в личных подворьях. А так как исторически козы у нас в приоритете никогда не были, говорить об их перспективах нецелесообразно. А тем временем Антонина продает уже и самих коз в Иркутскую область. Уверена, что начинается все с желания питаться качественно. Так что явно найдутся энтузиасты развивать маленький рогатый бизнес. 27 классов в 19 школах края сейчас на карантине из-за заболеваемости коронавирусом. В Министерстве образования говорят, несмотря на сложную питобстановку, новый учебный год для школьников края начался в штатном режиме, сообщила сегодня замминистра. Она же рассказала о новых обязательных образовательных программах. Подробности в материале Софии Яценко. Прошлый год для педагогов и учителей стал действительно непростым. Из-за пандемии коронавируса пришлось применить новый формат обучения – дистанционный. В этом году к сложностям подготовились заранее. Сейчас школы работают в очном режиме, но уже определены критерии для перехода на удаленный формат. Руководствоваться будут четырьмя уровнями. Если общее количество заболевших в школе будет меньше 20%, обучение будут продолжать в обычном режиме. На дистант начнут переходить, если более 20% педагогов уйдет на больничный. Также удаленный формат предусмотрен и для оранжевого уровня. Для последнего введут дополнительный каникулярный период до двух недель. Для снижения риска роста заболевших в образовательных учреждениях в регионе продолжают контролировать количество вакцинированных педагогов. На 1 сентября 2021 года более 21 тысячи педагогов вакцинировано. Это составляет чуть более 71%. То есть мы тот базовый показатель, который установлен, уже перешагнули. Но вместе с тем вакцинация педагогов продолжается, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что среди педагогов есть переболевшие, у которых еще не истек срок для того, чтобы поставить прививку. В школах региона начали реализовывать программы воспитания. Напомним, в июле 2020-го их сделали обязательными для всех учреждений среднего образования. Теперь детей не только будут обучать знаниям, но и воспитывать. Для младших классов предусмотрено усвоение основных норм и традиций общества. Средние классы будут ориентировать на развитие жизненных ценностей. А старшеклассники станут принимать участие в социально значимых делах школы, района и города. Кроме того, некоторые школы края с начала нового учебного года перешли еще и на новую образовательную программу. Вот в рамках работы этих школ и этих классов, которые пошли по новому стандарту, иностранный язык, действительно, второй иностранный язык, действительно, не обязателен. И обучающиеся по заявлению родителей могут его исключить из своего образовательного процесса. Если мы говорим о тех детях, которые продолжают обучение в соответствии с ВГОС-2010, то иностранный язык, второй иностранный, обязателен. Планируют поднять уровень образования и в сельских школах. В скором времени в классах появится новое оборудование, которое, говорят, позволит улучшить усвоение дисциплин научного профиля. Не останутся без внимания и коррекционные школы. Там продолжат устанавливать уникальное лабораторное оборудование, чтобы дети легче адаптировались к условиям современного мира. София Иценко, День с толком. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили школьникам и их родителям о соблюдении правил дорожного движения. В начале учебного года это особенно актуально. Такие встречи со школьниками уже стали традицией. Весь сентябрь автоинспекторы напоминают всем известные правила, несоблюдение которых порой может стоить жизни. Возле школ они вручают детям буклеты, чтобы освежить теоретические знания. Помимо практики, дети получают и теорию в виде буклетов. Немного статистики. В прошлом году на дорогах края погибло 8 детей. Более 300 пострадали. Чтобы эти цифры не выросли, подобное общение школьников и правоохранителей просто необходимо. Автоинспекторы в очередной раз обращаются и к взрослым. За несколько дней сентября зафиксировано около 25 дорожно-транспортных происшествий. Несколько человек погибли. В том числе один ребенок. В Барнауле уже начали отмечать День города. Напомним, само торжество состоится в ближайшую субботу, 11 сентября. А накануне по традиции награды за труд получили особо отличившиеся сотрудники самых разных городских сфер. В мэрии им вручили благодарности от губернатора и почетные грамоты. Подробнее в нашем сюжете. Столица края отмечает 291-й день рождения. И то, что город год от года хорошеет и жить здесь многим вполне комфортно, в этом прежде всего заслуга самих горожан, которые трудятся на барнаульских предприятиях. Тепло, свет, газ, связь. Это позволяет нашим жителям чувствовать уверенность в завтрашнем дне, комфортно жить и существовать в нашем городе. Среди награжденных за профессионализм сегодня представители сфер благоустройства и транспорта, юристы, а также те, кто обеспечивает электроснабжение горожан. Так, монтер воздушных линий Сергей Потибенко еще в юности по наставлению бабушки заинтересовался энергетикой. Сейчас его стаж в профессии более 15 лет. Мы устанавливаем столбы, лазаем по ним. Как говорится, сверху все виднее, но интересно, красиво. Город, конечно, видишь больше сверху. Ну, зимой бывает холодно, но ничего страшного, греемся. Несмотря на опасность работы на высоте и зимние морозы, мужчина признается, мысли поменять профессию не возникает. Его уже не раз награждали за труд, но благодарность от губернатора получает впервые и считает ее самой важной. Коллега Сергея тоже электромонтер, получил почетную грамоту и подарок – часы. Специалист посвятил профессии всю жизнь, но каждую награду до сих пор воспринимает как внезапный приятный сюрприз. Вот это неожиданностью. Надо и все предыдущие неожиданностью. Ну как, если ждешь награду, как это, вообще это не работает. Естественно, приятно, что тебя заметили. Электромонтеры барнаульской сетевой компании не планируют останавливаться на достигнутом. По словам обоих, в любимой сфере всегда хочется добиваться большего. В ближайшей перспективе работа над собственными навыками и трудовой прогресс. И совсем не ради наград, а для того, чтобы в домах барнаульцев всегда был свет. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. Краснокнижный черный аист Роберт Жив изучает новые маршруты и сейчас находится в Казахстане. Речь об аисте, наблюдать за которым алтайские орнитологи начали еще в 2019 году. Напомним, Роберт был окольцован на родине поэта Рождественского в Косихинском районе. Чтобы изучить пути следования Пернатого, на него надели специальные датчики. Так стало известно. На зимовку в Индию черные аисты добираются вдоль гор, минуя Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Есть и второй путь. Часть аистов с Алтая летит строго на запад, а затем на юг. В прошлом году Роберт летел первым маршрутом, а в этом году полетел вторым маршрутом. Но скорее всего он летает еще с кем-то. Аисты летают небольшими стаями, группами. И более опытные птицы показывают дорогу молодым, куда им нужно лететь. По подсчетам орнитологов, аисту Роберту сейчас три года. Уже в следующем году, вероятно, он обзаведется парой и построит гнездо. Однако есть риск, что птица во время миграции может стать легкой добычей охотников. К слову, если все-таки Роберт вернется на Алтай, ему и другим его собратьям установят датчики нового поколения. Они позволят точнее определять геолокацию пернатых. В театрах стартовали сезоны. Сегодня премьера в музыкальном. Мюзикл «Дубровский». А накануне сезон открыл молодежный, представив зрителям спектакль, одно название которого интригует и вызывает интерес. Подробности у Анастасии Болотиной. Немедленно отойдет мой собак, не ранит его цветово. Через 12 с половиной минут приехал полицейский. Сцена, софиты и любовь зрителей. Для Владимира Кулигина это уже четвертый театральный сезон в молодежном театре. На его счету не одна главная роль, но сегодня особая. Загадочное ночное убийство собаки. Так звучит название спектакля об особенном подростке-аутисте. Он ведет расследование, хотя сам является главным подозреваемым. В роль актер вжился легко. Она сразу пришлась ему по душе. Кристофер не лжет. Кристофер честен перед собой, перед окружающими. Кристофер очень любопытен, он пытлив. И самое главное, у него есть какой-то моральный кодекс, которому он следует постоянно. Ну и он основывается как раз-таки на отсутствии лжи, искренности, правде и на любознательности. Название спектакля как у детективной истории. Но на самом деле постановка о любви, жестокости и об осуществлении любой, даже самой смелой мечты. Рейтинг спектакля 12+. Ориентирован он в основном на молодежную и даже подростковую аудиторию. Но актер и главный режиссер уверяют, его нужно смотреть всем, особенно родителям и педагогам. Я очень надеюсь, что зритель примет, что эта тема важная и нужная. То есть она про межчеловеческое общение, она не про аутизм на самом деле. Это аутизм главного героя, это как предлагаемое обстоятельство. И я не скажу, что это материал, который идет в каждом городе России, но он становится все более и более популярным почему-то в России именно сейчас. Еще одна фишка спектакля – пустое театральное пространство и сцена, делится режиссер. Важное место в техническом оснащении занимает экран, который отражает все происходящее в голове главного героя. К слову, билеты на премьеру театралы раскупили заранее. Выделал это загадочное название. И я знаю, что есть такая книга, которую я, к сожалению, пока не прочитал, а вот Татьяну прочитал. Книга очень известная и очень популярная в Англии. Мы читаем на домашнем студении со студентами и неосцами. Поэтому хотелось посмотреть, как автайские режиссеры и актеры воплотят эту идею. Книга шикарная. Мы были на экскурсии, ребенок был, и она попала на репетицию для этого спектакля. Мне очень сильно понравилось, я захотела сюда прийти. Вот мы поэтому пришли. Публика Москвы, Перми, Астрахани, Нижнего Тагила постановки по пьесе приняла на ура. В Барнауле сегодня второй премьерный показ. Но в следующий раз посмотреть загадочное ночное убийство собаки можно будет в октябре. Анастасия Болотина, Данил Захаров. День с толком. И к новостям спорта. Не порадовали накануне футболисты Динамо Барнаул. Они проиграли свой домашний матч Ульяновской Волги в рамках футбольной национальной лиги. В причинах разбирался Дмитрий Дроздов. Большой футбол возвращается на Алтайскую землю. Мы с вами находимся на стадионе Динамо, где через 15 минут свой матч сыграет Динамо Барнаул против Ульяновской Волги. И вроде бы все неплохо. Хорошая погода, футбол, но есть одно важное. Но матч начинается максимально рано, в рабочий день, в 15.00 по барнаульскому времени. И, как мы видим, за моей спиной болельщиков можно пересчитать по пальцам. Матч начался раньше по уважительной причине. Игроки Волги могли не успеть на самолет. Так что хозяева и российский футбольный союз пошли навстречу гостям. И встречу перенесли. И, собственно, поэтому болельщиков на трибунах, как людей в офисе, в выходной день почти никого нет. Но вернемся к футболу. Слишком много нам везло в начале сезона, что не идет туда мяч ворота. И все, кого хоть убей, создали кучу моментов. К сожалению, пропустили. Наверное, ну не знаю, такие мячи, не скажут, что они голевые даже были моменты. Перед тем, как создать ту самую кучу моментов, белоголубые еще в первом тайме пропустили два мяча. Дальше на Герюгова, Герюгов. Как обыграл-то удар, какой гол! Во втором тайме барнаульцы игру перевернули и начали показывать свой футбол. Создали кучу моментов, но госпожа удача была в этот раз на стороне гостей. Хотя у них во втором тайме и были тактические ошибки. Знаете, мы перестроились с три защитника, у нас немного не получилось. Мы стали отдавать позиции, да, у нас, может, Динамо немного прибавило, да, то есть все-таки хотели, наверное, сравнять счет. Счет сравнять наши очень старались, но свои моменты не использовали. Как итог победа Волги 2-0. Интересный факт, рекорд, когда в матче между этими двумя командами победитель выигрывает и при этом не пропуская свои ворота, остается не побит. А он длится 52 года. В турнирной таблице сейчас Динамо на седьмом месте. Волга взлетела на третье. Белые-голубые продолжат серию домашних матчей играми против Торбеда Миас и Спартак Туймазы. Встречи состоятся 14 и 17 сентября соответственно. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...